всем привет дорогие друзья с вами так сказать как обычно так сказать вуди и в этот раз мы говорим с вами про обы предыдущий ролик был который вам пригодится если вы его не видели про чс-инфо обязательно его смотрите в общем то начнем есть несколько видов обов как мы видим первый в данном случае она это эта карта специально сделана для нас с вами эта карта специально сделана специально обученным человеком чтобы делать хорошие классные карты зовут его дмитрий олегович если вы хотите выразить благодарность дмитрию олеговичу а я бы настоятельно вам рекомендовал выразить благодарность дмитрию олеговичу пишите в комментарии спасибо дмитрий олегович так мало так очень карта помогла. Не грусти, не болей. Счастье, здоровье и вот этого всего. Вот, значит, первый в данном случае вид. То, что мы видим, это G. Расшифровывается как Go. Далее идем. Видим J. Она не очень похожа на J, но поверьте мне, это J. Точнее, она похожа на J. Это Jump. То есть все ассоциативно достаточно. И далее встречаются трудности, про которые мы поговорим чуть-чуть попозже. Поэтому давайте сначала перейдем к G и J. Значит, первым делом нужно проверить, если там на самом деле оп, где-то там на полу. Если у вас включен детектор, оп-детектор, поздравляю, у вас все в порядке. Если вы смотрите, а карту эту я залью по ссылке в описании, можете скачать. Если вы смотрите на пол и не видите обов, значит у вас выключен доп-детектор. Чтобы его включить, чтобы, я сказал доп. Чтобы его включить, вам нужно, значит, перейти в dev.cs1.info, найти свободное значение, то есть там, где 0, и написать туда, в моем случае это info2, написать туда 56. Что такое 56? Всегда можно быстренько посмотреть. Если вдруг вы когда-то потом настраиваете свой конфиг, перенастраиваете, вы всегда можете написать инфо и увидеть все свободные значения, все доступные значения. И мы видим в данном случае, что 56 это все возможные вариации, ну прям может не все-все-все, но максимально доступные, так сказать, вариации обов основных, которые мы можем с вами сделать. Вот, поэтому нужно, ну на экране желательно, это может быть сначала будет неудобно, какие-то лишние буковки, но поверьте мне, практика показывает, что иногда, в редких, конечно, случаях, но иногда это очень помогает сообразить по роутам, очень помогает. Поэтому я бы на вашем месте пока попридержался моей рекомендации, а потом, если вам вдруг прям сильно захочется убрать лишние буквы, которые вы уже перестанете замечать, можете, конечно, поменять обдетектор на любой, который хотите. Вон есть вообще jgb, так сказать. Итак, как словить об можно тремя способами. Точнее, не словить, а получить. Не получить, а как правильно сказать? Взаимодействовать с об поверхностью можно тремя способами. первое, это в данном случае при нулевой скорости. То есть мы падаем, врезаемся в какой-то угол, либо в стену, получаем ноль, ничего не нажимаем, и нас подбрасывает обратно. Подбрасывает всегда на ту же высоту, с которой вы ловите оп. оп. Потому что почему на ту же высоту, тут важно понимать, что оп это отзеркаливание, так скажем, по вашему усмотрению, отзеркаливание вертикальной скорости в основном. То есть с какой высоты вы падаете, на такую высоту вы и забираетесь. Следующий вариант получения оба, это с прыжком. Это горизонтальный, то есть если мы падаем и нажимаем по приземлению прыжок с небольшой задержкой, то мы получаем много много скорости. Скорость в данном случае зависит также не только от того, с какой высоты вы падаете, но и от того, насколько быстро вы нажали прыжок. Если вы нажмете сразу прыжок, кстати, то ничего не получится, потому что ой, реакция, реакция. Если вы будете сразу нажимать прыжок, то ничего не получится, потому что вам нужно именно приземлиться и как бы зафиксировать, что вы получили оп, а потом через фрейм, так сказать, через фреймик небольшой, вы можете нажать прыжок. Из-за этого вы получаете собственно скорость. И чем раньше вы нажали прыжок, тем лучше, тем больше вы получите скорости, потому что любое проведенное на земле время без прыжка, оно снижает вашу скорость. Соответственно, если мы будем очень внимательно смотреть, например, в таймскейле 0.1 Вот мы падаем, давайте я 0.1 здесь поставлю, падаем, вот у меня дали скорость и она потихонечку снизилась. То есть вот это вот промежуток, это все, что у вас есть для получения максимальной скорости. Здесь, я надеюсь, понятно. Далее. Третий способ, точнее не способ, это скорее разновидность получения взаимодействия особого. Это звоб. Для этого нам нужна команда плюс стрейф. У меня она сделана на альт, если у вас мой конфиг, то у вас скорее всего тоже она на альт. мне на альт удобно, можете перенести плюс стрейф на любую удобную клавишу на ваше усмотрение, тут никаких рекомендаций нет. Что делает плюс альт? Когда мы зажимаем плюс альт и двигаем мышкой, мы можем двигаться назад-вперед, а если мы еще копнем, так сказать, в команды m underscore, то мы увидим две важные для нас команды здесь, m forward и m side. Кто знаком с английским, тут в целом все понятно, да, side это по сторонам, forward это вперед-назад. И собственно в общем-то мы углубляться наверное слишком не будем, но m side я рекомендую выключить, чтобы когда вы двигаете мышкой, а вам нужно например, вы будете прыгать по направлению взгляда в основном, чтобы вы когда двигали мышку например диагонально у вас не было такого, что вы словите оп, точнее словите звоб куда-то в диагональную сторону. Видите, если m side включен, я могу передвигаться диагонально. Ну точнее не передвигаться, а получать так сказать диагональные направления. поэтому m side рекомендую выключить, m forward рекомендую настроить тут уже прямо под себя, можете на эту карту зайти, если вы вдруг новичок у вас и вы первый раз это все видите, слышите, можете стартовать от моего значения, то есть 0.05 это в принципе самое оптимальное, под мой sense, тут же опять sense решает. Чем быстрее вы будете двигать, тем больше скорости вы будете получать, и работает это следующим образом, с сжатым мальт я получаю диагональную скорость, то есть это звоб, это как-то там я не помню, Димон, напиши в комментариях пожалуйста, что такое звоб, я не помню, честно говоря, звоб, он в Африке звоб, так сказать, я вот это вот помню, вот, и соответственно, чем медленнее вы ведете мышь, если вы ведете слишком медленно мышь, то вы не получаете вообще скорости чуть-чуть быстрее ведете видите, кнопочка вперед начинает моргать я не нажимаю ничего, кроме плюс стрейф то есть в это время во время звоба вы можете нажимать только плюс стрейф и вести мышку если вы будете нажимать какое-то направление у вас ничего не получится и тем более если вы нажмете прыжок во время оба тоже не получится прыжок нажимается только если вы делаете строгый Горизонтальный оп То есть если вы делаете вот этот оп Тогда нажимаете прыжок Во всех остальных случаях вы прыжок ни в коем случае не нажимаете Потому что это вам просто заруинит Получение оба Значит принцип какой Чем медленнее вы двигаете мышь Тем меньше скорости вы получаете Ну точнее вы получаете Минимальную скорость Не то что тем меньше Ну да в целом Получаете меньше скорости И больше высоты Если вы двигаете мышь быстрее То вы получаете меньше высоты Но больше скорости Ну уж не 500 конечно Ну вот 900 например да Вот Сложность Например Если кто то смотрел когда то мои стримы Или вообще знает карту AMD 32 Run 2 Сложность последнего трикса Заключается Именно в том что вам нужно Вести мышь с определенной скоростью Стабильно Ну в определенном В определенном диапазоне И при этом вам нужно это затаймить с гранатой Это основная сложность То есть сам по себе финиш он конечно не сложный Если у вас все в порядке так сказать С таймингами и движениями мыши Но это добавляет так сказать экстрима Потому что если вы чуть чуть быстрее повели То вы уже не залетаете То есть вот Ну в целом вот это вот три основные И это наверное самое то что займет больше всего Времени в этом видео Это объяснение как что словить Точнее как что можно поймать Далее Это было G То есть G это ED Следовательно Такой оп можно словить только путем Соскальзывания с поверхности Далее у нас J J это прыгать В данном случае если мы просто будем сходить Мы ничего не увидим Даже на детектор обе А детектор об это наш замечательный друг Который нам показывает все что нам важно и нужно Если мы прыгаем Мы видим сначала G А потом видим B Но на G мы игнорируем Мы должны обращать внимание Ой Обращать внимание только на B Да емое Если мы видим B B означает bounce Это значит что все в порядке Мы получаем этот оп Это особенно важно если вы Ну например здесь это Такие тепличные условия Но иногда вы получаете оп В экстремальных условиях Которые В которых сложно там Ну в которых просто нет например Времени не хватит реакции Реагировать на все подряд И вам Единственное на что вы сможете обратить внимание Это есть вот B или нет B Вот поэтому По поводу B нужно конечно быть Ну нужно знать В общем то если есть B Значит какой-то оп вы ловите Который вы Соответственно хотите Дальше идут стики Что такое стики? Стики называется Обычно стики сокращенно Это называется стики высота Если мы посмотрим на дистанцию Z Я вот себе подстрелял Она примерно так ловится То есть можно там Не знаю с плазмы Можно с ракеты Себе чуть-чуть Так сказать Переподнимать себя Можно с гранаты Там с чего угодно С шафта У вас конечно не получится Если это не мод специальный Ну Какие дела И можете Это Это да Если у вас есть небольшая рампочка Где-то А вот даже вот тут можно попробовать Да Получится А у меня было Не знаю А где-то же Димон делал рампу Где вот эта рампочка здесь была У меня же старая версия что ли Какая-то или что Да Ладно Мы к этому дойдем Короче стики Получать можно любым оружием Либо Ступенькой Небольшой Ступеньки у нас тут К сожалению нет Но вы в принципе Редко это встретите на картах Вот Мы когда постреляли Мы видим Что Вот у нас Оп-детектор чистый Еще раз Снова Оп-детектор чистый На нем ничего нет Кроме пи Ну пи тоже быть Может не быть Вот мы прыгнули Обнулили Дистанция 0 Когда смотрим на пол Оп-детектор чистый Как только мы получаем Стики высоту Любого Любой высоты У нас появляется Мусор На оп-детекторе Этот мусор важно замечать Потому что это Это бывает Иногда очень критично Чем Ну вот Я например Минус 0.15 Да И на полу появляется Что мы можем Значит получить Джамповый овербаунс Но здесь на полу Я так понял Обов нету Поэтому мы здесь Не слоим Но нам это Зачем Затем Что бывает Стики Обы Если мы смотрим Вниз Мы видим SG Это означает Стики Go Ну и собственно Здесь Это стики J Тут также есть Рокет Но это Совпадение высот Ничего страшного Так бывает А также Тут есть просто J Интересно Пофигу А вой Обновил Дистанцию Z И теперь Там только Только стики J Вот И значит Чтобы его словить Нам нужно Поймать Стики Высоту Либо Оружием Либо Я не знаю Рампой Чем угодно Рампой Как словить Я чуть-чуть Попозже покажу Вот Мы словили И теперь Это превращается В обычный Оп Тут ничего Значит Экстремального Нового Единственное Что вам нужно знать Что Когда вы видите Стики На полу Что тут Стики J Значит вам нужно Совершить Какие-то Дополнительные Движения Для того Чтобы этот Оп Получить Иначе У вас Ничего не получится Вот я получил Стики Высоту Прыгнул И получаю Обычный Оп Как получить Стики Высоту Например С рампы Очень Просто Ладно Может быть Не очень Просто Но я Не помню Я не помню Как Получить Димон Не Я помню Как-то То есть Я по идее Получаю Чуть Чуть Конечно Да Ну вот Я получил Минус 002 Но это Фигня Минус 005 Ну вот Таким Образом Вы Так Сказать Страхаетесь С картой Я не Помню По-моему Там Какая-то Даже Техника Есть Это Просто Очень Редко Где Бывает Поэтому Вернемся Обратно Вот Либо Ступенька Ступенька Попроще Конечно Потому что Вы на ступеньку Запрыгнули И У вас Все Видно Далее Со стики Разобрались Далее Р Которую Мы Можем Видеть И Маленькая П Маленькие Почему Потому что Есть Большие Правильно Правильно Если У вас Шрифт Который Идет С Развлечением Больших И Маленьких Букв То При Взгляде Вниз Сюда Вы Будете Видеть Маленькую Р По Соместительству С Стики Маленькая Р С С Как Сделать Маленькую Р Маленькая Р Это Рокет Это Не Рокет Джамп И Не Плазма Джамп Это Означает Что Нужно Просто Выстрелить Если Вы Видите Большую Значит Нужно Сделать Значит Рокет Джамп Или Плазма Джамп Если Мы Видим Маленькую Ар Мы Просто Стреляем И Получаем Об Магия Магия Почему Я Сделал Вот Так А Не Прямо Хотя Прямо Тоже Работают На Некоторых Картах Это Очень Сильно Зависит От Координат Насколько Я Помню И Насколько Я Понимаю Поэтому Если Вы Видите Ар И Вот Вы Делаете Делаете У вас Не Получается Имейте Ввиду Что Нужно Прямо 87 Максимально Вниз Не Работает Но Если Вы Посмотрите 87 Вбок То Все Сработает Почему Потому Что Мы Смотрим Не Под 90 Грасс А Под 87 И Это Зависит От Координат Карты В Том Числе Нам Нужно Получить Так Сказать Мы Не Можем Словить Об При Отбрасывании Нас Получается Назад Да В Данном Случае Мы Можем Получить Об При Отбрасывании Нас В Какую То Сторон Потому Что 87 Кто Не Знал Это Нам Мы При Руки Джампе Чуть Чуть Назад Откидываем С Вот То же самое С Плазмой С Плазмой Немного Тяжелее Это Дело Словить Потому Что Потому Что Потому Что Это Плазма А тут По-моему Ну То есть Если Вы Пробуете Так Сяк Не Работают Задом Тоже Не Забывайте Что Задом Тоже Можно И По-моему Тут Как Раз Задом Оно Работает Да Вот Вот Такие Вот Обы Можно Делать Это Все Опять же Это Не На Каждой Далеко Не На Каждой Карте Есть Но Имейте Ввиду Это Иногда Очень Перегождается Я Вам Один Пример Покажу А Я Знаю Где Ступеньки Можно Посмотреть Со Стики Да Я Вам Все Покажу Ну И Значит Большая Аэра Большая IP Означает То же Самое Только С Прыжком То Вам Нужно Сделать Rocket Jump И Сделать Plasma Jump Все Очень Просто Ничего Экстремального Нет Также У нас Есть Рампы Рампы Позволяют Значит Что Сделать Позволяют Взаимодействовать С Диапазоном Высот Как Если Мы Посмотрим На Дистанцию З То Мы Можем Передвигаться Чуть Ли Не На Каждый Юнит Если Мы Еще Стики Ой Если Мы Еще С Можем Вообще Прям Каждый Юнит Двигаться Вниз 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 И Из-за Этого У нас Меняется Оп Детектор Меняются Высоты Меняются Возможности Вот Мы Например Видели Г Например Мы Хотим Наполос Вит Джей Вот У нас Есть Уникальная Высота Где Мы Можем Просто Идти И Можем Просто Прыгнуть Но Если Мы Пойдем Мы Потеряем Оп Потому Что Мы На На Определенной Высоте И Большинство Случаев Такие Обы Ловятся Либо При Походе Строго Прямо Вбок Например С рампы Да Я бы Наверное Кстати Показал Пример Да Я Наверное С рампами Покажу Пример Ну Обычно Прыжком То есть Сначала Вы Прыгаете А потом Идете Но Тут По-моему Нету Обувь На полу Поэтому Тут Бесполезно И Вы Например Когда Это все Стабильно Это все Супер Стабильно Потому Что Потому Что Вы На Определенной Соте Давайте Найдем Какой То Какой То Например Джей Да Мы Видим Дистанция Z Минус 94 0 9 Все Мы Его Там Словили Ля-ля-ля Мы Попыргли Побегали Зафейлили Идем Делаем Снова Минус 94 0 9 Вот Оно Даже В диапазоне Определен Видите Типа 94 Сколько 13 14 И Вплоть До 94 Вообще Вообще Очень Большой Диапазон Целый Там Юнит Грубо говоря Условно Вот Мы Запомнили Значение Мы Его Снова Выставили У нас Тот же Самый Оп На Тот же Самой Высоте Мы Дальше Прыгаем Зафейли Снова Идем 94 Там Сколько 94 Более Диагонально Можно Условно 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 0 9 Я Смотрю Уже В пол Получились Близко Вот Вот Пожалуйста Стабильный Оп Кто Говорит Что Это Не Стабильно Стоя С Трампы Те Могут Так Сказать Начать Дружить С Носфом Потому Что Носф Считает Что Это Не Стабильно Но Я С Дискутировать На Эту Тему Не Буду Потому Что Проиграет А Я Не Хочу Чтобы Носф Проигрывал Мы же Друзья Вот Значит Такие Вот Дела Пример Со Стики Как Она Там 0 1 3 Пример Со Стики И И Лесингой Вами Все Я Быстренько Тут По Спидераню Так Сказать Вот На Этой Карте Значит Если Мы Посмотрим Вниз Казалось Возьбы Да Вот У нас Есть Плазма Здесь Больше Ничего Нет Мы Видим Внизу Гранату И Мы Такие Вау Это Не Кнопки Да Мы Проверяем Это Телепорт Вот И Мы Начинаем Значит Тут Падать Вниз Брать Гранату Стрелять Подниматься И И Вот Это Все Но Если Мы Знакомы С Оба И Мы Видим Внизу А Еще Кстати К слову Да Вот Как раз Отличный Пример Почему Некоторые Буговы моргают А другие Нет Это Стабильность Если Так Прям Очень Условно Это Стабильность Видите SJ Она Прям Вот Горит Ярким Таким Как бы Не моргает Скажем Она Горит Не моргает Значит Это Супер Стабильно Его Всегда Можно Словить И Диапазон Достаточно Широкий Чтобы Его Словить Остальные Видите Маленькая R Моргает Достаточно Быстро Потом Стики R Моргает Уже Менее Часто Что Означает И словить Будет Сложно И Стики Rookie Jump Моргает Достаточно Часто Тоже Можно Но Значит Какие Варианты У нас Мы видим Что Есть Такой Такой Оп Но У нас Только На руках Плазма И мы Видим Что Там Стики Jump Осматриваем Значит Комнату Что Мы Видим Лесенку Вау Если Мы На эту Лесенку Зайдем И Спустимся О боже Мы Получаем Стики Высоту И Теперь Мы Можем Словить Этот Об А Как Вам Такое То есть Люди Ладно Я не Словил Я не Сохранился То есть Ой То есть Ну Вы Поняли Короче Что То есть Да То есть Вот Такие Лайфхаки Это Все Нужно Блин Быстрее Так Может И Нет Такие Лайфхаки Это Все Нужно Знать Это Все Нужно Заучивать Так Сать Применять На Практике И Тогда У Вас Все Получится Вот Основное Значит И Мы Получаем Стабильную Стики Вы Стук 100 То есть Минус 0 Да Бинус 0 19 Но У нас Есть Плазма И Да Что Такое Я могу Сохраниться Я Прошу Прощи Я ничего Вырезать Не буду Как Там Эта Команда G Speed Я Ничего Вырезать Не буду Я Очень Занятой Человек Вот Значит Ну К Чему Это Все Нужно Смотреть То же Самое Как С Лестниками Работает И А С Рампами Так С Рампами Нужно Прыгнуть Просто Я Вспомнил Вроде Нет Я Не Помню Ладно Ну Димон Дмитрий Олегович Пожалуйста Напишите Как Словить Стики С Рампы Потому Что Я Честно Горя Не Помню Вот Но Это Медленно Соответственно Мы здесь вылезаем С портала Такие Хоп 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 И нам нужно На эту ступеньку Зайти С нее Слезть И только потом Мы получаем Оп Естественно Это медленно Но Учитывая Что у нас Есть информация Кое-какая Про пушки И как делать Стики В высоту Мы стреляем Под себя И получаем Тот же самый Стики Оп Без лесенки Вау А еще лучше Как вам Такое Вы можете Получить Стики Высоту Делая Граунд Буст С плазмы Потому что Граунд Буст С плазмы Примерно На той же На в тех же Углах Делается Как и Стики Высота То есть Если мы Прыгаем Делаем Делаем ПГБ И получаем Стики Высоту Это Это не просто Никто не говорил Что будет просто Так а я со стики Высотой Да Сохранился Это 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 я вам скажу Очень непросто Ну иногда Можно Вот так Поспамить И потом Прыгать Но самый Быстрый Это С граунд Буста Во Ну типа Скажем Я сделал У меня есть Демка Я не хочу Просто демку Показывать Типа Зря Зря Время тратить Можно С ГБ То же самое С ракеты Вроде Я не уверен Ну-ка Дай-ка мне Гивол Можно ли Вот так Словить Стики Высоту Наверное Можно От стены Нет Нет Должен быть Можно Ну есть Есть Минус Минус 13 Да Вот у меня Ну давайте Еще раз Для чистоты Эксперимента Чисто Станция Зет 0 Минус 0 Должно быть Можно Да Я же правильно Понимаю Давайте В угол Во Ля Стики От стены Можно То есть В теории Можно И от Рокет Буста Так сказать Словить Стики Куда-то Там Словить Этот стики И при этом Это будет Стабильно То есть Тут Это не Рандомный Об Когда говорят Рандомный Об Еще раз Не еще раз Точнее А уточним Да Что такое Рандомный Что такое Стабильный Стабильный Это который Вы понимаете Как он делается Это который Вы можете Стабильно Ловить Кто-то скажет Стабильный Значит Ты можешь Его сделать 10 из 10 Нет Стабильный Это значит Что Вот у меня Есть стики Джамп И я знаю Что мне нужна Стики высота Чтобы этот Стики Джамп Ловить Все Это называется Стабильный Об Никаких Рандомных Постоянно Меняющихся Констант Нету Никаких Постоянно Меняющихся Значений Кроме Движения Мышки Нету Но стики В любом Случае Тебе Нужна Стики Высота И как Ее Получить Это уже Совершенно Другой Вопрос Который Не должен Волновать Валидатора Ни в коем Случае Только Если Это Рампа Вот Почему Только Если Это Рампа Потому Что Если Вы Давайте Вернемся Обратно На Нашу Замечательную Обз Ну что Если Вы Например Сделали Даблджамп И с этого Даблджампа Словили Обы Тогда Это Рандомно Об Потому Что Вы Не Можете Знать В Какую Именно Там Пиксель Рампы Чтобы Получить Нужную Высоту Вам Нужно Даблджамп Тогда Это Рандомно Об Все Остальное Ну Это Можно В общем Долго Дискутировать Давайте Не будем Углубляться В целом Но Знайте Что Будем Говорить Как есть Г Дж С С С Дж Р П Ну Большая Р Большая П На этом Все Полчаса Обов Быстрее В полтора Раза Чем Прошлый Ролик С дядей Женей Энтером Надеюсь Что Было Так сказать Занимательно Что Было Информативно Если У вас Есть Какие Вопросы Пишите Обязательно В комментарии Если У вас Какой Вопрос Который Требует Отсмотра Демки Что Еще Вы Хотите Узнать Что У меня Вот Тут Такое Получилось Дискорд Всегда У меня В Описании Вроде Как Есть Есть Телеграм Теперь Группа В телеграме Кстати Подписывайтесь Спасибо Всем Большое За Поддержку У меня Уже Пересохло Горло Я Хочу Пить В общем Всем Удачи Всем Спасибо И Всем Пока